А туалет почем? Слушай, не знаю. Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас из Барвещенской, из берегов пока Витязевского лимана. Я кайтер, сегодня дует ветер, дует он от 11 до 17 метров секунды, довольно-таки сильный северо-восток. Смотрите, по бензину дизельное топливо 63, 68, 61, 06, и посмотрите на этого человека, который повернул через островок безопасности, на котором я стоял, и еще на меня начал что-то возмущаться. Откуда такие берутся просто люди? Дизельное топливо 63, 66, 92, 55, 14, 95, 61, 06 и сотка 74, 34. Вот такие цены на бензинчик здесь, перед въездом в Благовещенскую. Ну, а мы отправляемся через поселочек на Бугарскую косу сегодня. Может быть, заедем на центральный пляж, но я думаю, что самое интересное будет именно на косе. Сейчас Витязевская коса, самого Витязева до благи вне доступа, это к большому сожалению, потому что там тоже самые лучшие пляжи этих мест. Вот он въезд в Благовещенскую, ребятки. Здесь у нас паровоз целый из машин, которые едут туда, это и катеры. Просто люди, которые ищут чистое, прекрасное море в Анапе, которого, к сожалению, все меньше становится. Но в Анапу построится, я думаю, и в благу особо смысла ехать не будет. Но, будем надеяться, придут новые очистные сооружения и в Анапу, и сюда, и море будет чисто здесь всегда. С утра уже прислали видео с Благовещенской, с девчинами. Море здесь классное, прекрасное, поэтому едем прям с таким пристыканием на эти пляжи. Доезжаем до пятерочки магнита, здесь по традиции зайдем, наберем кофеек. Тем более здесь он по 49 рублей. Тут овощи, можете глянуть, что под чем продается. Вкусняшки везде, думаю, такие же цены, как у вас и у нас. Все люблю большой марикан, сейчас что-то пить хочется в одном украине. Я думаю, что будет актуально посмотреть овощи. Еще по ценам, они могут вас всех заинтересовать. Тут все крупно подписано. Я думаю, что вы все разглядите. Огурцы короткоплодные 59, но их нет, учетов на вот такие по 134. 289 затаманты, 59 лук, капуста, там капуста, там капуста, вот 59 ценник. Вот такой, ребятки. Читайте, за что? Потому что на ману, где что стоит? Апельсины 109, персик 167. Почему апельсины стоит дешевле, чем персик? И 179 у нас нектарины. Беда только с крышечками на кофе, все остальное купили. Всякая фигни, да. Помните, я вам говорил о том, что когда-то тут было вот так вот, что все улицы, машины как гирляндок стоят, что нет свободных мест. Вот примерно то, что сейчас происходит. Но было еще больше, ребятки. Ну а так, благо, огромное количество людей приехало на отдых. С чем поздравляем местных жителей хорошего всем заработка. Здесь продукты продают, и это односторонка оттуда с пляжем, там, где находятся все кафешки развлечения, которые здесь есть. Мы же едем до конца поселка и дальше на Мугасскую косу. Отсюда, кстати, в дальнейшем появится уже и новая Анапа. С левой стороны такая более новая часть, Благовещенская, с правой стороны лесополоса, и мы спокойненько выдвигаемся в ту сторону. Там у нас будет автокемпинг жара, просто парковка жара. Не сказали, что появилось три парковки бесплатных в этом году. Перед центральным пляжем, одна еще немножко дальше, и на Жарем. То есть для обычных людей сделали как можно больше. Это прекрасно, что пока о нас так сильно заботятся. Ну а здесь те, кто живут, я так понимаю, все так же туда ездят, на Бугасскую косу. Вот отсюда она тоже пойдет, новая Анапа. Видим море, аурум, в котором мы отдыхали. С левой стороны у нас полностью все базы отдыха, как на ладони. Здесь проезжаем местечко, где мы в прошлый раз приезд в Балагук ели. В принципе, хорошо кормят. Можно было бы чуть подешевле, но, в принципе, нормально. Если сравнивать с тем же самым Крымом, Либавказией, Сочи, то тут можно сказать задар. Здесь к ауруму проезд, а следующий съезд будет уже до Жары. Но вы не проедете мимо, здесь стоит Ростовчанка, указатель, и Жара. Также можно было вдоль моря проехать, но там дорога хуже, чем если вот тут двигаться. Потом по полям проскочили, и вы уже на берегу частейшего, прекраснейшего моря со всем благоустройством. И где не так еще много людей. Ну, по крайней мере, раньше было. В этом день субботний, я думаю, что здесь будет просто аншлаг. Так, подъезжаем к последней лесополосе. Вот тут дорога есть, асфальт, а там нудики. Что-то совсем, наверное, не нудик, очень много машин стоит. Видите, через поле их можете туда приехать. Тут брусером защищено все от ветра. Ну, а дальше после того дома там уже начинается бугатская коса. Нам пока вот сюда направо на косу голенькую. Здесь кайтеровская тема. Закатим, а потом будем рваться туда дальше. После напишу координаты, спрашивают, как найти. Давайте проще сделаем. Ребята, вбиваем в навигатор Яндекс. Нудийский пляж Благовещенская приводит вас четко туда, на эту точку. Все просто, хорошего отдыха. Деревянная лестница вас ждет. Только помните, вход туда без одежды. Мне очень прикольно, когда пишут девушки и спрашивают, здравствуйте, как найти этот пляж. Вот вы вчера все накатались, что-то не так уж много людей стоит на берегу. В лиманчике не так уж много народу катает. Это коса голенькая, ребятки, знакомьтесь. Мека-кайтеров. Потому что здесь есть флэт, на котором ребята раздают. Сегодня будет мега-лук-пати на топ-споте. Вот так вот находится там, на Бугатской косе. Мы туда зайдем еще. И Бугатская коса. Видите обрыв. И пошла, пошла, пошла. Это Кизилташ-Скельман. Там Черное море и до Веселовки. Мы сегодня пройдем до Грыла. Я думаю, вместе с вами, если хватит, конечно, сил. Сейчас надо переодеваться и врываться, кататься. Катание удалось сегодня. Правда, без прыжочков таких. Ну, прыжки были, но мало. Потому что ветром не было маловастика. Ветер только раздувает. Но я уже два с небольшим часа откатал здесь на лиманчике. Поэтому мы сейчас спокойно отправляемся на Бугатскую косу. Я сегодня весь лиман объехал. Потому что делать было больше нечего. Вот учился кататься. Машин, кстати, очень мало и катеров мало. Хотя сейчас усиление. Их тут обычно, блин, прям много. Ну, наверное, все на Бугатской косе. Отправляемся смотреть. Там сейчас будет выступление тех, кто будет прыгать к Бигалупы. Но мы вместе с вами вообще ради косы Бугатской, кто двигаемся. Погнали. Температура на солнышке плюс 36 градусов. И виды ребятки здесь отдыхают. Палаточки. Давайте прокатимся чуть-чуть. Посмотрим, где машину бросим. Не хочу стоять на платные парковки. Так что будем искать бесплатные. Иди разглядите. Количество машин тут прям пропро. С той стороны на нудике огромное количество людей. Может на нудик заскочим на закаток. Понимаю, тут будет прям аншлаг. Где-то надо заранее машину оставлять. Хотя можно было бы там есть рублей 400. Даже за парковку заплатить, чтобы поближе ходить. Так как донатом никто не поддерживает, а вы можете это сделать по номеру телефона, мы скорее всего будем искать бесплатные варианты, чтобы за машину не платить. Ну, а больше ходить. Что нам? Я в прошлый раз, когда приезжал в Бугу, показывал, вот та дорога ответвляется и идет так же сюда, к этим пляжам. То есть можно заехать вдоль той лесополосы, а можно отсюда зарулить. Да, поток машин тут двигается, конечно, серьезно. Но здесь перед спуском вниз, туда к этой К7. Здесь как раз места любителей, как и мы, поставить машину бесплатно. Ну, вот их тут стоит очень много. Сейчас поищем себе местечко, тоже воткнемся и пойдем пешком. Машинка остается под тенью деревьев. И попробуем экономить. Тут единственное, Оксана сказала, давай хоть не по дороге, чтобы нас так вот пылью сильно не заносило хорошо. Тут есть такой вариант, пройти не по дороге. Народ начал разъезжаться, сейчас еще ни одно места вообще не было. Тут сейчас дырочки появились, там, там, хотите, ставьте машинки. Вот так, желающих сэкономить очень много. Один из вариантов идти туда, но мы туда по дороге не идем. Мы идем вот сюда вот налево. Здесь кафе, пляж, автостоянка написано. Странно, что туда сюда мы не заехали, потому что раз кафе и пляж, автостоянка, может быть, тут дешевле. В общем, сейчас все узнаем. И вот отсюда красивый вид на всю косу Бугаску. Открывается там кран какой-то работает, то есть продолжается строительство там, где нельзя. Ну, в общем, у нас все как всегда, ребятки. Вот это Бугаская коса, мы смотрим отсюда, там, где катался, возле кайт-школ, сколько кайтов. Все это просто гораздо интереснее на все это посмотреть и вам показать. Это коса голенькая. На косе голенькая сегодня, кстати, хуже дует, чем на Бугаской косе. Такая вот растительная разница. Ну, и я вот этот весь лимон сегодня пору катился. Уезжал он туда за всех этих кайтеров аж практически до веселовки. Тут установили вышку сотовой связи. Ну, не знаю, конечно, такой оператор точно, но МТС у меня полность есть, но не 4G. И интернет дует хорошо. Прошлый год мы проходили, здесь как-то более жизненно все было. Сейчас выглядит прям вообще заброшено. Заросшее, прошлый год после сезона. Вполне можно было сюда, даже дальше заезжать. Жалко, конечно, такое местечко прикольное. В прошлом году здесь как-то люди проживали, было все ухожено. Сейчас все-таки заброшено. Но вот дальше вот сюда мы заходим, обходим дом. И здесь между вот этих вот вагончиков есть такой немножко заброшенный, правда, мастил, который нас с вами сейчас приведет к морю. Будьте аккуратны, берите хорошую обувь. Потому что, видите, и гвозди могут торчать там или еще что-то. Да, Юра вам сейчас покажет пляжи, которых вы не знали даже. Такие вот моменты жизни радуют больше всего. Ветер дует 35, и 2 показал 35, и 5 градусов. Пора качалась. Ну вот он, обрыв впереди. Уже спуск моря. Вот так, когда трещат кусты, немножко становится напряженно в душе. Ах, вдруг сейчас кто-нибудь откуда-то выскочит уже. Будем надеяться, что все будет хорошо все же. Как вы понимаете, количество людей тут, судя по заросшести, тропе, которые проходят минимальные вообще. Жалко. Раньше, я думаю, что было местечко, излюбленное многими. Я думаю, что вот сюда приезжали люди, но потом вот перекопали, раскопали. Люди этот момент отобрали. Вот, наверное, еще тропинка туда на угол уходит. Но вот здесь лестница впереди. Видите, прокапывает какой-то кабель. Выглянем здесь на море сначала, потом еще вернемся туда. Как-то страшно. Старикозы еще так резко вылетают. И вот оно, море. Красота. Я думаю, что еще не все места вам показал, которые стоит брать на заметку. Потому что многих вы даже не знаете. Смотрите видео в Ютьюбе. Тут такая бетонная лестница. Спуск к морю. На пляж, на который практически никого нету. Он только ваш. Посмотрите, какая вода. Красота. Водоросли. Но они есть где-нибудь 100%. По-любому, я думаю. Но в основном, как бы, все очень коротко. Ну, дисты, кстати, вот туда дальше стоят. Пишите, как вам обязательно, друзья. Понятно, что как бы хотелось так, чтобы было в правую сторону здесь палаточников гораздо больше. И тут расположены. Потом дальше идет уже пляжики пансионатов. Ну, а дальше потом вообще Бугаская коса. Пустая после глэмпингов и Ко более-менее центрального пляжа. Ну, какое море здесь. Просто фантастиик. И кайф. Честно, смотря влево, думаю, что стоит ли вообще идти туда на Бугаску. Мне кажется, отсюда, что там людей даже больше, чем здесь. Давайте я вам отсюда покажу сначала Бугаскую косу. Как оно выглядит туда дальше. Можете увидеть, какая красота. Да, дальше людей практически нету. Пустынно. Ну, и здесь. Чуть-чуть упал. Не считается. Опускаем ниже камеру. И можем увидеть, как выглядят эти пляжи. Здесь куча палатков. Хотя спрашивали, покажи, где стоять. Ну, вот, смотрите. Я тоже думал, может, с ночевкой приехать с палаткой. Потом что-то не решился. Зря, думаю, не решился. Потому что места, конечно, кайфовые. Главное, уголь пусть все убираете. И смотрите в ту сторону. Райское место. Просто можно даже сфоткать пляж практически без никого. Там где-то Анапа. В дымке. Вот такая вот лестница. Хочется обратить с вашего внимания, ребят, посмотрите, сколько мусора после себя оставляют люди. То есть сюда его не штормами занесло, а именно народ отдыхал, побросал. Вот если мы возьмем пляжик, который... Ну, диски туда в левую сторону. Там прям чисто и классно. Там, ребята, поубирали все. Здесь же вижу, что... Ну, в принципе, территория пляжная чистая. Но вот такие моменты меня отручают. Зато тут костер палил. Рядом какая-то свалка. Вообще какие-то машины приезжали, заезжали. Ну, как-то так. Так, бочка в нее мусора накидает. Ребята, два дельфина. Вот это факт. Смотрите, с левой стороны два дельфинчика двигаются именно сюда. Вон мужик прыгает в воде около него теперь. Что происходит? На благе, когда появляются дельфины. Все люди оживают. Начинают побегать к берегу. И пытаться их звать. А они вот они, красавцы. Это ускоряется. Смотрите. Вот так вот. Ух, чуть не снесли всю толпу. Вот так вот. Будьте аккуратны, ребята. И дельфинчики двигаются дальше. Прямо красота. Смотришь на них и понимаешь, насколько круто. Вот они. Фантастика. Прямо за меня замер. Лапочки. Ну, что может быть лучше? Попасть на Благовещенское и найти дельфинов. Ну, чего, я думаю. Тут можно и людей стебать, так как еще веселее дельфинов. Вбегают к ним. И посмотрите, сколько людей сразу вдоль берега. За дельфинчиками пошли. Всех аккуратно отплыли. И пытаются найти еще рыбешку. Вот так и вот шоу. С выходом. Все как надо. Дельфинчикам огромное спасибо за то, что его показали. Дальше дельфинчики пошли. Опять к берегу. Посмотрите, сколько людей прибежало. Как-то любители все стринг. Прямо на этой пляже. Со стороны на Бугарской косе так-то тоже немало людей отдыхает. Один. Глубина. вот берега уже очень-очень много а вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Великолепный день в середине лета, показать на кайте, видеть дельфинов, скупаться в чистом прекрасном море, при этом кайфануть от встречи с Карниротом, красота невероятная. Но мы только начинаем, пойдемте гулять, ребята, по Бугасской косе. Люди отдыхающих в палатках, можно только порадоваться, главное, чтобы чистота была после себя. И радует то, что здесь, по благе, сразу глубина начинается прямо от берега, то есть можно нырнуть и походить. Видите, парень стоит уже практически по пояс, довольно-таки не низкий. О, откуда-то девушка с пивасом идет. Там просто бар находится на территории Казачьего пляжа он называется. И здесь очень много людей приехали с палатками. Крупа, каратский флаг, люди на отдыхе. О чем еще можно мечтать, когда есть уже кристальное море, хорошее настроение и огромное количество позитивных эмоций. То есть именно поэтому в благе людьми так близко подплывают, потому что сразу глубина. И в правую сторону, просто невероятное количество навесов тут ребята собрали. Я так понимаю, что лутка их стоит. И отдых на все миллион процентов у них по душе, как говорится. Пускай все получается так, как у них запланировано. Здесь дальше есть и навесы, и шезонги под сдачу по аренду. И ребята на банане возвращаются обратно. То есть и прокат, и все как на центральном пляже, друзья мои. Если вдруг вам чего-то не хватало, то не расстраивайтесь. В Благовещенской здесь также все есть. Вот такое бунгало с двумя лежачками, с тучком одним. Стоимость полторы тысячи на день. Лежаки, я думаю, рублей по 300. Мы сейчас точно уточним. Дальше территория Югры. Я думаю, что к ней вернусь, но вернусь уже в обратном направлении, когда буду идти. Вот она, левая сторона пройдена. Здесь прокат и катамараны есть. Дальше бар от Югры, который работает. Ну вот, я надеялся, что 300 шезонги здесь 400, ребята, стоят. Здесь установка запрещена у палаток. Вот здесь, помните, я снимал костер, который был. Ну, такого с него осталось. Вроде бы порядки навели. Смотрите, как температура упала. Солнце зашло за тучки. Здесь ветер разгоняет. И с Лимана приносит такой прохладный воздух. Это кайф. Вся парковка занята машинами. Все полностью заставлено. Насколько популярно это место для отдыха. Стоимость парковки здесь полтыщи за день за машину. Было 300 или 400. Вот так вот цены растут. Так что мы, в принципе, оставив машинку там, неплохо так сэкономили. Я думал, рублей 300, потом буду жалеть, а тут полтыщи. Такие дела. К этим домикам, к Югре парковка. Не для всех, кажется, она работает. Ну и мы вышли к Кизелташскому лиману. Ветер, к сожалению, довольно-таки сильный с одной стороны. С другой стороны, к счастью, что она такая сильная, потому что довольно-таки комфортно прогуливаться. Ну и сделано все, чтобы там машины не парковались. Эти столбики, веревочки. Эта территория сейчас выглядит, ребятки. Ну а мы идем сюда по тротуару, прогуляемся в ту сторону. Тут сделана, в принципе, удобная прогулочная зона с тротуарчиками. Значит, деревья посажены. В дальнейшем, я думаю, что будет прям очень хорошо. Семьсот девяносто, семьсот девяносто семь, семьсот девяносто девять. Каких ионов тут только нет, друзья мои. Море здесь сейчас лучшее. Вы сами его уже видели, поэтому, я думаю, сомневаться в этом не будете. Слушайте, все сделано, чтобы не парковались. И все равно там пробка образовалась. Это печально. Такая середина лета у нас. Ветреная, классная. Всегда было интересно, как существуют вот эти вот строения. Там вообще, кто говорит, что очень близко балкона, вот эти два дома, там вообще балкон в другой дом входит. И как оно здесь появлялось, тоже очень много вопросов к этому. Сейчас я оттуда видел кран. Это значит, что где-то тут что-то еще строится. То есть продолжается строительство. Много вопросов к застройке Кассе. Я думаю, сюда со строительства Новая Анапа все доберется. К Кассе и вопросы будут заданы всем тем, кто это строил. Ну, может быть, я выдумываю, тут все сделано без нарушений всего. Всегда интересуют вот очистные сооружения, где они, на такой объем людей, чтобы водичка чистая сливалась куда-то. Вот, как бы, единственный вопрос. Покажите мне ответы, и все. У меня вопросов больше не будет. Такой, молодцы, работайте. Вот Югра, рецепшн. Все для своих. Магазин справа. Слева вход. Въезд только, опять-таки, для тех, кто улыбнется. Ну, или показывает, что там отдыхает. Вот так вот, ребята. Там просто тупо нету места. Спасибо за информацию. Потому что слишком островно. Даже по полтысячи, как говорится. Все готовы заплатить, лишь бы припарковаться. А сейчас у ребят здесь будут соревнования. Поэтому вся парковка будет кайтерами занята. Лиман, посмотрите, какой кайфовый, чистый. В него хочется врываться. Но я уже укатался. Может, смотрим. Может быть, я еще чуть-чуть закачу. И такое есть в беседке. Море, Буганская коса. Слушайте, вот есть места. Парочку. Их, наверное, для кого-то приберегли. Либо, может быть, кто-то себе снял. То есть, тупо сюда машины не помещаются. Вот так вот, ребятки. С местами. Остановка в течение суток. Тысяча рублей. Остановка в течение дня. Пятьсот рублей. Мест нету. Мужик так сигналил, так сигналил. Печально, что все так происходит. Громко. Жалко. Но, как есть, что сказать. По пятьсот рублей. Мест на парковках нету. Крутяк. А машин туда желающих повернуть прям очень много. В следующей жизни, возможно, места появятся. Зачем мы до базы отдыха. Зенит. Теперь тут другая пробка. Кайдшоу работает. Парковка вся полностью занята. Здесь есть магазин. Парковка сюда машины не ставить. И можно зайти, чем посмотреть, поесть. Заходим в магазинчик. Здравствуйте. День добрый. Ты какой хочешь мороженка? Я вот, не знаю, фруктовый лед давно не ела. Фруктовый лед не очень, мне кажется. Он бед. Скажу, в кришке Ореновки. Мясники, куски. И молочко. Я все ее нашел. С крошкой в этих местах, если тебе понравилось. Да? Да. Доступно. По 90. Утрашка перегрин. Кубай за 80. Самое главное, оплата по карте. Мороженка. Подкрепиться мы взяли себе немножко. Вот такое мороженое. Оксаны фруктовый лед. Да, еще. Есть кафе. Гриль-бар даже это называется. Последить можно на улице. По ценам можете посмотреть. По сфу, допустим, сырные крокеты. С соусом, так-так, 380. С 30,5 и 390. Классно, смотри, половину через чебельчук, 620. На эти цены смотришь. Я думаю, что как бы очень кушать не особо хочешь. Я не знаю, конечно, выход барабули. Тут 150, наверное, барабули. Почти за 900 рублей. То есть там, ну, образно, десятка за килограмм. Борж кубанский с говядиной за полтысячи. Почти на 420, ладно. За 350 миллилитров. Но может он в супер подаче, конечно. Я не знаю. Но ценники прям бомба. Удивительные цены. Хорошо, что мороженое взяли под поезд. И людей так много там сидит. Вот дальше тут база отдыха «Зенит». Да, какой-то канализация здесь попаркивает. Прям очень сильно. Парковка тоже все забита. Да я хочу. Здесь выезд запрещен. Работает трансфер. 700 за машину. Можно всем сесть и уехать туда дальше. Мы же прогуляемся пешочком. Канадская пересепь начинается здесь. Мужчинки набиваются. Трансфер. И отвозят туда дальше. Сегодня бомжи-вариант. Мы копим на еду. Пойдем пешком. Тут фотосессия на фоне кайтеров и лимана. Тут можно сразу, в принципе, выйти на пляж. Дальше тут начинаются глэмпинги, которые постоянно расстраиваются, разбиваются, как называется, бета-глэмпингом. На них, причем, программы государственные, по идее, должны работать на постройку этих домиков, как будто электричество, по-моему, даже интернет уже провели. Город-сад. Первая точка для запуска. Здесь она свободная. Кайтер на десяточке. Подлетел я катал на девятке сегодня. Вот, ребята, чилят. Мы идем дальше. Нам сегодня до стоп спута дойти вообще. Еще дальше хочется. Ребята готовятся к запуску. Тут мы видели такие с крышами. У меня в профиле металла домики глэмпинга. Вот здесь натянутые шатры. Их на зиму разбирают. Сейчас опять установили. Я думаю, что мест свободных здесь нет. Бета-глэмпинг постоянно все занято. Хотя, смотрите, уточняйте, в интернете у них точно все написано. Походу, единственный, кто идет пешком. Тут, видите, местами песок прям. То есть машина должна быть вездеходом. Ну, что-то очень много машин ездит. То есть, ну, прям трансфера тут стало больше, чем кайтеров. Только заканчивается бета-глэмпинг. Здесь, наверное, альфа-глэмпинг. Ну, или как-то по-другому называется. Тоже и металлопрофиль. Такие домики с разборными проблемами. А мы дальше двигаемся между камышами. Что-то пока нам никаких животных не встречается. В прошлый раз мы видели здесь лесу. Луч никаких нету пока. Здесь тоже расположились кайтеры. Это, если не ошибаюсь, да. Венто-спот. Такая первая кайт-школа. У тебя, удачи! И Александр поехал. А венто-споте. Ребята тут с ночевочкой приехали и зависают. Домики тут многие только строятся. Чуть ли не двухэтажные. Ну, увидим, поглядим и расскажем вам в дальнейшем. С левой стороны здесь бочки стоят под воду. Тоже под этот глэмпинг. Ну, да, его, походу, под запуск делают. Возможно, они те патентами работают. Это домики эти будут новые, потому что Ханча не видел. Также из них, вроде, из этих глэмпингов, также отвод всей водички вывозят. Все. Имеется в виду черная водичка, которая здесь получается. Ну, дай бог, чтобы не загрязняли. Потому что, в принципе, глэмпинг это и предусматривает. А вот те капитальные строения. Еще у меня прям большой вопрос, куда же там все сливается. Впереди, ребятки! Там просто все в кайтерах. С левой стороны дюн, небольшой лесок. С правой стороны лиманки, зелташки. Здесь коса начинает сужаться. И с той стороны прям вот там, возле этих столбов уже море. Насколько все близко и красиво. Первая станция с домиком Ветромани. Здесь виндсерфингу обучают. Видите, доски стоят. Хотя кайтеры тут везде сущие. Свой нос катается. То есть, виндсерфинг это легко. Также занимаются с детками. Раньше мы об этом с ними разговаривали. Мы рассказывали, мы делали какой-то обзор. Показывали. Все станции, они сейчас пытаются восстанавливаться после сезона шторма великого. Вроде бы у многих, по крайней мере, это получилось. У одной станции крайне. Самый я видел, что не до конца. Жалко, конечно. Но это место для ожидания родственников, тех, кто там учится. Санузлы существуют. Тоже сделано, чтобы не загрязнять окружающее среду. Вот оно, море. Прям все очень близко. За углом, бац. Привет. Много палаток. Очень много здесь машин. Стало ездить. Я прям уже устал от них убегать. Биотуалет простой есть. Ну и вот такие вот вверху стоят туалеты. Я так понимаю, починили. Там все с емкостями. Тут мы дошли до местечка, которое называется Кайт Ворлд. Когда-то запускают свои кайты в небеса, чтобы раздавать. Видите, раздул уже очень сильно. Кайфовые деревянные настилы. И на такие ковры можно посадить кайты. Очень удобно. Кайт Ворлд здесь восстановился. Музычка играет. Детей много. Столики. Такие чел-зона. Работает по полной программе. Единственное, что качель у них на ремонте. Ну, я думаю, что раз все сделают так. Красота. Вот вам как все должно выглядеть. Даже есть перекладина. Ну, вот оно, ребята. Счастье кайтеров прямо перед вашими глазами. Тут хорошо продувает сейчас ветер. Много кайтов в небе. Солнце светит. Море за дюнами. В общем, все прекрасно. Картинка, конечно, восхитительная. Просто. Так. Вот. Бегал. Прыжочек еще один. Прыжочек. Как она здесь оказалась, ребята. Вот эта машина прям большой вопрос. Но, честно, уже достали. День добрый. Те тачки, которые здесь. От них убегаешь, убегаешь. Wind of Change. Кайт шоу. Поднимается очередной кайт. Тачки все круче. Это все, наверное, трансфер, да, ребята? Здесь кайт шоу. Wind of Change. Это продолжение ее же. Ребята здесь живут в этих трейлерах. Важительно-бугасской кассе тоже присутствует даже здесь. Я, кстати, в середине лета, наверное, давно в этих местах не бывал. Саню узнаю из тысяч. Вот с белым курок кайтом еще один зашел. Сделал лупу. Тут еще один заходит. Есть. Вот это красиво было лупа. Но размотал. Это мы до Топспота дошли. Сейчас переверну, по-моему, ребенка. Смотрим прыжок. Мега-лупа нету. Просто приземление. Вот, ребята, видите, как сделали, чтобы с этой стороны даже не заезжали туда на пляж. Там тоже немножко кайтеров, отдыхающих. Там, ребята, на отжиме катают. Благо, locals. Здесь я сегодня катался. Ну, чуть-чуть осталось. Я вон туда дальше даже уезжал за гырвом. Кайтеров, конечно, здесь прям много. 500 рублей выше нам кофе. И двигаемся дальше. 161-го резьбион. Хайд 3-4 кино. Как надоело уже, реально, ребят. Просто успевай убегать от этих машин. Так, Александру, желаем удачи. Это Доминика, дочка. Его тоже вовсю катает. Сами взяли плов. И здесь можно пока все эти кушицы с такими видами. По стоимости. Увидели. И погнали на море смотреть, как ребята будут прыгать. День добрый. Как ваше? Прекрасно. Ну, так же. Да? Да. Здесь как раз-таки мы встретили одним из руководителей этого места. И сейчас пойдем смотреть, как здесь ребята будут прыгать. Ребята, здесь видите, есть волейбольная площадка. Александр докачивает свой кайт. Ну, другие здесь ребята уже раздают полную программу. Тут девушка лежала, все загорала. Может, даже приуснула. И не ожидала, что столько народу здесь появится. А так вообще пляжная территория практически пустая. Смотрите. Зашел. Еще один. Смотрим, прыжок будет. Готов. Без. И следующий. Есть. Вот это, да. Вот это в натуре зрелищно посмотреть, ребятки. Просто полет. Молодец. Смотрим. Фу. Залетел. Еще один. Есть. Ты даже обходит кайт там. Вот тут ребятки. Молодцы. Мучат красоту. Еее. Вот это, да. Слушайте, если бы еще знать все трюки, которые ребята делают, это было бы невероятно круто. Они еще в воздухе умудряются контролировать, кто на кого может залететь. В море, конечно, это выглядит все города Рыж. И вот она. Вот чекает лук. Зашел. Александр готов уходить. Жалко, девушка решила уходить тоже. По счет, по счет. Желаем Александру удачи. Вау. Девушка не там решила искупаться. Залетел. Вот это великолепное исполнение. Девушка тут навела, короче, шороху и пошла обратно. Есть контакт. Смотрим Александра. Может быть, хоть один прыжок он нам сделает. О, красава просто. Александр завершает нашу вот эту подборочку. Какая лапа. Еще от нас вот. Все, все собаки убежали. Здесь, ребята, собака отдыхает. Ну, в общем, круто. Классно. Контент крутой. Смотри, они бегут. Они разборки решили чинить. Какое море. Теплое. Собаки. Все, что хочешь, хорошо. Здесь, ребята. Е-е-ба. Шот. Есть зарезка. Есть прыжок. Раз. Давай. Е-е-е. Саня сделал. И еще один. Е-е-ху. Ух. Там щетка. Е-е-есть. Приземление. И еще один. Здесь, как вы понимаете, только все начинается. Тут, ребята, лежачков понаставили. И можно сидеть, наблюдать, что с Дюм. Сейчас включат музыку. И будет под звуки, как говорится, еще. И, короче, Доминика тоже смотрит на море. Получит катать. Там папа, я чуть-чуть приземлился неудачно. Но все вроде бы хорошо должно быть. Очень круто все это выглядит. Тут, ребята, супер-про. Желаем, чтобы развивалось все это у нас. И было круче, круче. И еще раз круче. Ну, сходились, конечно, всеми этими движухами в море. И пошли дальше. Машина-трансер. Все в хаты. Стилизовано все. Эти моменты, когда, помните, что он века тут выходил. Сейчас добавляю палок, чтобы Дюны заново здесь образовались. Что без Дюн, конечно, спасти косо будет сложно. У нее пару штормов таких смоют нафиг. Местами еще остались вот следы. Видите, разрушения, ребят. Что было? Представляю, сколько сил потрачено было на то, чтобы сделать. А теперь еще восстанавливать. Ну, тут что-то прям 5 много машин. Вот ребята выходят тоже на море катать. Я уже прям устал, честно, убегать постоянно от машин, которые ездят тут. Хорошо, конечно, что так востребовало на все. Но тут не слышишь их мотора, и потом начинается беда. Классный домик, а внутри биотуалет. Такой заход в него. Видите, как подсыпали, чтобы в дальнейшем не страдала вся территория от волн. И тут тоже, видите, Дюну насыпали. Ну, дай бог, чтобы еще растения поджились, и тогда будет наверняка все хорошо. Быстренько все меняется. Все программы закрываются, чтобы сдержать натиск моря. Потому что там, где вот и большие Дюны были, все выжило. Следующая школа Серхата. Мы до нее дошли, в принципе. Санузел, парковочка. Тут даже такой пляж у ребят. Кайфовый. И домик для отдыха. Все, в принципе, что надо. Да. Какая школа имеется. И также здесь мы всегда узнаем ветер, где сверху стоит датчик. Им за это спасибо большущее. Все хотят дыши. Тут тоже, видите, пытаются палку наложить, чтобы Дюна вернулась на место. Все разрушено именно штормом века. Ну, смотрите. Ряу. Какая красивая. Кайфово. В мире животных. Вот следующая какая-то школа здесь Wave называется. В таком формате она осталась бедная. Разрушенная. Ребят, видите, порядки пытаются наводить. Ну, слишком много сил еще надо сюда вкладывать. Дай бог, как говорится, что все у них получилось. Ну, перекрыли тоже доступ в следующем к воде. И тут вот лодочка. Целый дом даже стоит. Все равно же дача убежала, пока я тут ящериц снимал. Ну, надо. Ящерки, это круто. Оп, оп, оп. Считайте, кайт спас. И кайт расправда уже рядом. Опасная тебе тема, кайт. Ну, хорошо, что хорошо заканчивается. Перед базой рыболов тут начинается прям много палаток. Там стоят тут целое строительство надеванных. Их тоже можно отнести, типа, как вемпинг. Вот что-то как спасательная общая такая, причем построенная база. Мы ее показывали в прошлом году, но она только начиналась. Здесь этот объект. Такие как бы домики стоят. Мангальчики. Ну, там ребята сидят отдыхают. 22-й регион, пожалуйста, машина стоит здесь, конечно. Восвод, спасательный пост. Вот так это называется. Ну, машина, наверное, тоже спасательная. Еще одна кайт-школа, санузел. С левой стороны тут, видите, такие домики, остатки прошлой культуры. Можно так назвать. Это кайт-зона называется. Самая-самая-самая дальняя станция. Эти домики я в прошлый раз показывал. Здесь вот мороженое, фруктовый лед, напитки. Топ-реклама. Небольшая качелька. Зона восстановлена, благороженная. То есть у них все должно быть хорошо. Заходим на территорию, видите, забор. Раньше здесь чисто рыбаки стояли. Там трейлер стоит на берегу моря. А тут ФБГУ главы рыбы. Вот, пресс-слов рыбы запрещен. Еще домики разные. Там, с забором, короче, здесь прям построили так построили. Отдых тоже всем хочется и надо, да? Это что-то типа тоже глэмпик. И туалеты, домики на сваях. Змея, походу, да? Что-то только не ползает. Кончается сухой песок. Дальше будет уже старинный рыбхоз. Обратно возвращаемся по берегу. Будем купаться. Но здесь самая сложная часть маршрута уже позади. Ребят довезли до этого забора, который мы видели там. И они дальше тоже когда-то идут. Кстати, сегодня вон возле зенита почувствовал не только. Я вам подписчики пишут в телеграме, что тоже там подванивало. Вот сейчас мы идем. Здесь воняет с лимана. Вот кусок соленого, знаете, такая гниль. То есть там все-таки говно воняло возле зенита. Разница большая. Такие постройки здесь сюда. Кричство приходит. Работает какие-то системы. Может быть холодильник или еще что-то. Честно не знаю, но что-то шумит внутри. Возле каждого домика стоны, палочки. Пребывания людей особо не видно. Вон дальше встать машинки стоят. Здесь вон, кто где-то живет. Ну или работает. Интересно, вот так вот. Дорога прям через дни, через эту базу. И вот сюда на мостик. На мостике про цепочки натянут. Катер у них какой-то там свой есть. Прям много. Цветы с трактором. Трактор это чтобы раскапывать прорву. Интересно, сейчас соединяется с морем или нет. Это еще одна такая машина. Тут тоже. Фотку с нами спряталась. В общем, транспортный средств. Мы в этот раз досмотрелись прям больше, чем хотелось бы увидеть. Да, прорва прокопана. То есть прийти можно только по мосту. Тут мужик к гидрочам. Водичка с лимона выходит. Стэнт. Вот это с моря вода сюда заходит. Такая красота. Я сегодня на кайте даже дальше ездил. На перещей к людям подходят. Я там смотрю. И золотоискатели есть. Дальше, ребят, отсюда. Я видел, с правой стороны стояла какая-то школа. Дальше была коса практически пустая. Хотя до этого дня можно было заезжать с Веселовки в эту сторону. Там, говорят, сейчас тоже перекопали. Дали все-таки всем на выезд. Песок это, наверное, за время все выкапывается. Говорю, вот сюда и вас валивает, сваливает. Потому что сама коса дальше. В принципе, выглядит вот так. Вот впереди мы видим еще одну качку. Самое интересное, Оксаня обещал пляж близ людей. Вот что-то такое ощущение. По крайней мере поначалу, что дорога будет больше, чем там. Вот смотришь на это и думаешь, блядь, нет. Машина прям на джунах стоит. И вот понимаешь, почему бы газ кокоса закрыли. Потому что такое, конечно, звездец это просто грустно и печально. Ой-ё. Куда мы пришли, ребята? То есть здесь целый автопарк. Кайчикова какая-то, походу, ну либо. Просто кайтеры собираются и машины просто звездец. Со стороны Веселовки. Значит, не закрыт заезд. Ну вот так вот, да? Машина стоит на джунах. Круто. Чего сказать. Выглядит это, конечно, весело. Девушка с Чайкой общается. Тут у них великольная площадка своя. Развлекаются. Все у них, все классно и прекрасно. Только сделан даже заезд туда. Туда дальше машины стоят. Кайтеры растают. Смотрим туда дальше, в сторону Веселовки. Сколько машин стоит. На этой косяке Тимрюкский район. Ну и здесь тоже все видно. Медузок много валяется. Водорости чуть под берегом лежат. Конечно, места крутые. Нет, а мешки. Наверное, лодку цепляли там или еще что. Видите, прям сверху. Ладочный городок здесь понаставили. Сейчас дойдем, попробуем его фиксировать. Помимо того, что ребята отъехали еще на берег. Эти дюны защищают от ветра сильного. И можно купаться. Побережье здесь, видите, песочек и камушек. Вода еще более прозрачная. Здесь наваляется море. Гидрокостюм. Кто-то купил себе и выбросил. А ну мусор собираем и потом выбросим. Чтобы все было чисто на пляжике. Представьте, сколько километров побережье. Вот до тех самых гор. Там начинается немножко другой. Дайте, кажется, что она холодная. У нас это. От самой Анапы. 27 сегодня. Тут что? Нет, сегодня. Это сладко. Хорошо, сейчас заметим. Друзья, на закате температура моря 26,5. Это уже Бавгазская коса в сторону Веселовки. Машин, конечно, здесь просто невероятно много. И закатик готовятся. Также кайтеры тут есть. Везде вот такое море. Классное, прекрасное. Главное уходить подальше от людей. В таком море тоже хочется занагнуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, какое море все-таки великолепное. На Бугасской косе самого первого ныряния купания. Мы сейчас где-то полчаса покупались. Оксана говорит, такое море не хуже, чем в Крыму. Но вкус другой, аромат другой. Там, где много людей, море совершенно по-другому себя ведет. Ну и вот вам, пожалуйста, ребята, мелкие пляжи. Вот сколько мы говорим, что водоросли, там водоросли. Они тут есть как бы везде, но они не размножаются. Потому что нет азотистых соединений. Это мочи в таких количествах, в которых она появляется на наших пляжах, к сожалению. Когда читаешь ваши отзывы о том, что, блин, мы ходим в море, в туалет. Это, конечно, печально. Но вот такое вот подъехали прямо к берегу. Короче, мне этого не понять. Я даже приезжаю вот в Крым. Там были места, где можно было прямо на самую воду выезжать. Мы ставили машину по даче, приносили вещи, вот как здесь, ребята. Да, нет рядом машины. И отдыхали по кайфу. Вот это вот все, это для меня уродство. То есть вы рядом лежите, и тут же ваши машины стоят. То есть это вы как в гараже придете отдыхать рядом со своими машинами. Это пипец. Мне тут, ну, реально непонятно. Так же, как и вот здесь ребята заехали прямо на дюну и сверху поставили машину. Как говорится, когда-то что-то поменяется. И будет все как нам надо. Чисто и красиво. Но море, конечно, просто фантастика. Наверное, это мой рай. Спасибо, в благе, что она существует в принципе вообще. Хотя с этой стороны это, наверное, все-таки Веселовка относится, не к Благовещенске. Пишите об этом в комментариях. Будет интересно узнать в вашем видео. И где мы все-таки в Веселовке или Благовещенске. С этой стороны косы. Смотрите, какая собака. Мы решаем тут костер прямо на берегу, даже без мангала. Ну, вот, что нужно сказать, когда угли не разлагаются в песке. Ну, что, промоет, но до шторма сколько людей пришло бы отдыхать, да, на эти берега. Как говорится, за мной хоть потоп. Так и живем. Видите, здесь вот как раз таки металлом огорошено место, где соединяется каналом море. И лиман, подводный охотник. Перейдем? Ну, главное, повыше сумку держи. Мы форсируем. Надеюсь, у нас получится перебраться. Да, получится здесь вот. Все. Мы самую глубокую часть прошли, получается. Возможно, еще вот это. О, о, рыба, видела? Нет. Серьезно, не видела, а рыбка пролетела? Нет. Она выходит с лимана, заходит туда-обратно. То есть, ну, что такое, естественно. Тем раньше, ведь здесь вот такая еще была. Только у нас гораздо больше этих горлов были. И там это рыбы было прям очень много. Ну, и плюс, креветки водились. Вообще количество лимани. Кстати, интересно, сейчас есть или нет. Все получилось? Давай, мы в тебя верим. Ну, и дальше можно двигаться туда. Палатки. Там прям еще один городок, который не было видно с дороги. В общем, все впереди сейчас вам покажем. Вот такой вот отдых. Я только приветствую. Нет машины. Просто ребята стоят. Отдыхают с палаточками на берегу от души. Говорится, душевным душем. И на берегу вот такого чистейшего моря. Идеально. Палатка, матрас. Берег моря. Раз-раз. Сапы. Костерок. Мутят ребята. Круто. Что еще, говорится, для счастья на отдыхе надо? Ну, чистое море. Здесь, кстати, в эту сторону мы прошли. Здесь водоросли. Вот видите, в каких количествах они стоят. Медузки у них. Вот это место, да? Вообще никого. Ну, считай, ну, до этого глэмпинга. Нового. Это, который был в начале. Борюб этой базы. Сзади вот такая ребята с палаткой. Но уже на большом расстоянии. И море. Смотрите, сразу становится чисто. Вот я ничего не хочу говорить. Да. Как только появляются какие-то люди. Вот смотрите, я даже не удивлюсь. Ну, давай только и поймем. Тут? Отметимся. Давай. Спасибо тебе. Так, идем. Так, идем. Останавливаемся. Ныряем немножко. Останавливаемся. 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 Я вот смотрю, лавочка и стол. Идеально. Туда вот, ребятки, мы были с вами, где кайтеры были. Туда еще можно было километров, наверное, 10 точно пилить до веселовки. Может быть, чуть меньше. Ну, там плюс-минус, я думаю. И здесь сейчас идем. Чистейшая водичка. Иногда встречаются водоросли. Вот приближаемся к людям. Вот реально из песни слов не выкидешь, ребят. Чистое море, там, где нет людей. Там, где есть люди, есть уже нечистое море. Кстати, пенопласт выбрасывал на шторм. Как выглядит Галампин. То есть здесь чан на берегу моря. То есть можно, как по нагреваемому бассейну, такие навесы сделали. Там, я так понимаю, баня, но что есть, труба. Ну и сами домики, говорим-таки. Живут люди здесь прямо на берегу моря. Круто, мечта, так сказать, каждого человека, который бы, я думаю, не отказался пожить. Ну вот, пожалуйста, вам люди. И сразу же здесь зелень. Ну, как-то так. Конечно, концепция прям великолепная. Идеальный отдых. Все равно здесь какие-то лишения далеко от цивилизации. То есть банька есть, глэмпинги, такие динамики есть. Хотя вот так смотришь, да, концепция. Блин, кайфанул бы. В таком домике лежачки есть. То есть тут даже вода, ребят, есть. Здесь они заходят, обмывают ноги, шашлык поливают прям с трубы. Здесь вода, насосы стоят. Мужчина тут жарит шашлыки прямо на берегу. Круто. Ну, единственное, что в возрасте, повторяя там, где люди. Здесь домики. Там если просто были такие вот стентованные, да, каркасники. Трейлеры стоят и навесы над ними, чтобы не сильно жарко было внутри. Дальше там как кухня или бар. Такая история. Девушка вот тоже ноги обмывает после моря. И заходит уже с чистыми ногами. Дальше забор вот этот кончается. Это то, что я когда шел, удивился, что там понастроили. Вы помните этот момент. Валяется флеск от забора в море. Сейчас людей пройдем, станет ли море чисто. Вот возле людей зелень. Здесь в самом углу тоже трейлер стоит с машиной. Как они сюда заезжают? У тебя прям большой вопрос, когда троса вся перекрыта. Ну, а тут палатка. То есть там пикап, видите, стоит. Не видно, что по пляжу кто-то даже ездил. Видишь, следов нет. Встречаются все-таки палатки. То есть получается совсем свободного места на Бугасе нет. С той стороны мы домики показывали, что они вроде как заброшены. Здесь уже на берегу палаточные городки. Единственное, что я не могу понять этих людей. То есть, неужели они сами понимают? Большие костры палят прямо на берегу. Потом-то с песком перемешиваются. Так только остается вздохнуть и погрустить. Проходим людей. И море становится чаще. Доходим до спасательного поста, который я вам показывал тоже с другой стороны. Здесь какая-то палатка, которая уже практически разлетелась. И, как раз, ее просто бросили. А ее уже ветер разогревает потихонечку. Что-то купил, поставил и потом уехал. Она теперь стоит ветром разрываемая. Ну и вот так выглядят те домики спасательного поста. А тут у них лежачки, наверное, смотрят кого-нибудь спасать. Интересно. Он говорит, ну там есть настоятельцы спасательные лодки. Если вдруг кого-то вынесет, может, тогда будут спасать как раз-таки. Что там и квадроцикл огромный у них. Я так понимаю, что буду лодку к морю подвозить. Ну и компания. Там ребят сидит, обнимается. Тусят под музычку. Какая-то интересная тема про спасателей. Если кто в курсе, расскажите, как это происходит вообще. Что-то тоже палатки. Вот такая вот тема с навесиком. Дальфа вроде пока сильно много. Нету никого. Тоже пустая территория. Видите, любители свободных пляжей, как и мы, идут по берегу. Кайтер пролетающий на просто деревянной доске. Вообще раскатка идет. Какая красота вокруг. Какая природа. Просто фантастика. Идем большое количество времени. А здесь просто пусто. Никого. Вот это кайфово. Девушка прям как четко раскатывает. Тоже с прыжками, с разгонами. Подходим к этой теме. Как раз таки прозрилось сейчас все это мероприятие. Тут мужики решили побороться. Только вот, как говорится, молодцы. Бакбайта. Вся наша жизнь. Мусора многовато на пляжике. Видите, за счет того, что здесь не так очень много народу. Фактически никто не убирает. Тоже палатка. Четыре мужика. Один море. Три на берегу. Отдыхают они. Я думаю, прям какая-то девушка. Да ладно. Никого нет, короче, на косе меня тут вычислили. А заши? Понимал. Все, с этого ясного. Давай. Это наши тоже люди, как оказывается. Но это было, конечно, фантастически. По берегу идем в трусах. В одних это все равно вычисляют. Как круто. Мы подходим обратно к тусе, ребята, к кайтерушке. Если бы, ребята, мне кажется, не перешли бы сюда, тут народу столько общества тоже не было. Кайтеры все перебежали. И здесь как раз таки строят соревнования. Ух, Саня. Да-да. Размутался. Забираем собачку. А то он не хочет уходить от той собачки. И фотографии, и прыжочки. Кайф. Там тоже на Мегалуб заходит Миша. Вау! Давай, Лерка! Есть. Мечный затяжки кайф, пожалуйста, дайте промышленности. Нам сюда в зрительскую. И прямо перед нами Алексей. Вау! Отличная высота! Миша справа у нас. Вау! Держим еще, ребят. Давайте! Вау! Вот оно! Черного моря. Вау! Это нам сюда. И-и-и-и-и. Ну, парни у нас на опыте. Вот такой кайф лук стоял гребом. Михаил Головков. Перед нами. О-о-о-о-о! К сожалению, нет, настолько. Слева у нас. Хороший пауэр. Выжил, выжил все из этого галса. И-и-и-и-и показал. Эй, Голуб. Наблюдать далее. Володя Чиганов. Хороший порыв пришел. Володя. Ехать за резко. Тот же, тот же, тот же, тот же. Ехать за резко. Ехать за резко. Одной попытки у каждого. Антон Рожков. Алексей. Грассово. И прямо перед нами. И еще один кайф лук. Володя Чиганов. Парни, вы красавцы. Так, ребята, поддержусь. Огонь. Спасибо за шоу. Через 15 минут. Уважаемые райдеры, все, кто прыгает в категории хард с вращениями, а это буги лупы, лейт роллы, бэк роллы, скайд лупов. Отлично, смотрим, наслажаемся, кайфуем. Подтянитесь сюда, на прыжку. Мой учитель, посмотрим сейчас, что он нам даст Александр. Давай. Вот, видишь. Красава. Слава. Береда Саратова. От души, тебе хорошего отдыха. Мы сегодня уже уезжаем. А, все, как отдохнули? Отлично. Мы были везде. И в Голубийской были, и в Делюжике были, и в Кабардинке были. Куда мы, ну, в Анапе, по-моему, само собой. Ехо. Красава. И высота, и вращение. Вот так вот. Вот так вот в разные стороны вращения. Доминика смотрит за папой. Доминика, маши ручкой. Папе, удачи. Прыжок, вращение, кайдлоп. И смотрим еще один вот этот. Ух ты, ай. Тоже фантастик. Сайка, который мы встретили, ему огромное спасибо за помощь в подборе машин. Он нам присылал одну, кто помнит машинку, у нас его швак ребятам нашим дорогим. Так что, души, благодарим всех, кто нас всегда помогает. Здесь тоже ребята с палаточками отдыхают. Чуть-чуть отошли дальше, и здесь становится посвободнее. И опять машины в дюнах. Это пипец просто. Вот как на это не обращать внимания. Жесть, сколько транспортных средств, так сказать, лишних увидел. Может, они, конечно, побеги в квартире, но все равно где-то их пропускают, получается. Должен быть транспорт здесь только тот, который официальный, предназначенный именно для трансфера Бабгазской Кассе. Все остальное вот этого быть не должно. Ну, я, честно, прям устал убегать от машин, которые ехали там по дороге. Может, не стоило там ходить, но хотелось показать и в ту сторону, в Крачково, на Лиман. Мне это немножко напрягло. Эх, друзья мои, как же не хочется уходить. Как всегда, жалко, что приходится двигаться в сторону дома. Мы еще посмотрим пляжики оборудованные для вас. По 500 рублей паковка. Помимо деревяшек, ничего лишнего больше на пляже, в принципе, нет. Вот тут береговую линию, такое ощущение, как будто бы вы почистили. А если чистили, то спасибо тем, кто в этом принимал участие. Потому что там в начале гиперпы очень много мусора. Любви, солнце, ну и море вам. Море такого, как здесь, 27. Оно даже на вкус другое. И аромат имеет великолепный. Бугасская коса. Город Коррактонап. Вот кто-то с палаточкой стоит. Двигаемся куда дальше. Здесь ребята отдыхают тоже в палаточке. Со своим стульчиком. Морешко. Красота. Нивы на берегу меня, честно, прям не радует. Эх, откуда вы тут взялись? Пробращая компания. Дальше после этих нив уже. Прям засилие палаточками. Ну тут без машин, чётенько. Бокалы на берегу, наверное, фотосессия. Целые домики собирают как палаточки. Смотрите, здесь стоят, потом вот там. Дальше ещё одна. А раньше здесь было всё-всё-всё в палаточках. Самые неленивые и те, кто как-то умудряются сюда на машинах приехать. В обратную сторону поворачиваешь голову. Сегодня закат нас ждёт. Просто фантастический. Только приехали. Тоже четыре парня. Раскладывают только палаточки. Девушки с детками пришли на отдых к бревну. Тут тоже, мне кажется, только приехали. Лучшее охлаждение для арбуза. Ой, это они охладить его сюда? Да. Блин, я ногой лопнула. После этих ребят на долгие-долгие расстояния никого нет. Вообще километров 300-400 до следующей палатки. Среди идём ещё пара палаток с ребятами. И чайка за ними наблюдающая. Видела, как хитро чайка смотрит. Думает, что по них стыбзить. Или по-моему, видимо, с хомячкой. Думаешь, она съест кого-то? Ночью, а кого-то набросит. Смотри, здесь с другой стороны вторая чайка. Они их окружают. С другой стороны от тебя ещё одна. Слушай, а ты напугал эту чайку, то есть послай. Ура, ты молодец. Скажут ещё по-немножечку. Красиво на закате. Ещё палатка одна. Здесь парочка отдыхает в такой большой палатке. Хотя палатка на 4-х. У меня точно такая же есть. Начинаются пляжи глэмпингов. Мы доходим до цивилизации. Кроем море. И просто такая. Цая палатка. Над ней навес, стол. Всё здесь подручного. Что-что тут нашли, ребята. Под зонтом отдыхают. Возвольте для фотосессии, прям кайфок. Круто. Здесь у ребят на границе с глэмпингом, который второй был. Палатка стоит, съехал навесик, мангал. И вот он, их отдых. Мама, папа, ребёнок. Море такое. И закат сади. Фантастический. Тут начинаются навесы, шезлонги. Спасательная вышка. Пляж кайфовый, чистый, убранный. Всё просто. Великолепно. Подпадковался кайтер. Здесь на даче водибольная площадка. Потом промежуток большой. И уже возле второго глэмпинга опять начинается благоустройство. И там прям очень много людей становится. Вообще, какая водичка тут прям хочется снимать. Оно не волнуется. Здесь медвежки встречаются. Такая тёплая. Там тоже палаточка. Оксана решил не двигаться через всех этих людей по пляжам. И уже тяжело. Ноги устали. Но мы с вами прогуляемся. Здесь, видите, становится ракушка больше, чем песка. Она такая очень сильно проваливается. Вот смотрите, насколько здесь глубоко. Видите, стоят прямо возле берега. Уже по поясу. Здесь можно прям нырять. И чем отличаются эти пляжи? Непосредственно от пляжи, которые у нас в самой Анапе. Вот артуги сейчас примерно так же. Тоже возле глэмпинга палатки стоят. Это мы уже подходим постепенно к бета-глэмпингу. Тут на берегу ребята тоже жарят шашлыки. Честно, вот на песке я такое себе удовольствие. Я чуть рукой тряхнулся, а шашлыки в песке уже не вкусные есть. Тут ребята день отдохнули. Еще у нас получается сижу с путешествием по этим пляжам. Еще и на закате батарейка одна уничтожилась. Минус три тысячи. Ребята, поддерживаем донатиком. Батарейки можете с вами посмотреть. Это эндуро. Увеличенные емкости на Коупроху. Не знаю почему, она как-то скухла и разводилась. Или выговорил, чтобы продолжить нашу съемку. Ну, камера охотится вам. Это радует. В этой главе там их небольшой бар. Большой находится. Ну, и сам пляж. Здесь даже камень. И тут есть маленький парень, который собирает эти лежаки. Ну, дети отдыхаются. И есть собак. Самое главное, что вот именно здесь море. Оно прям здесь гораздо глубже, чем там, где с Талином было. Даже на самом угасе. Здесь же писано, естественно, у них ставится четко под навес обратно. Отдых лучший. Время года, да? Неважно, когда оно происходит. Шампанское. Бокалы. Вообще круто. Тут, я так понял, любители вайба собрались. Дети отдыхают. Дети отдыхают. Не знаю, что, не понимаю, зачем дети отдыхают без трусов. Вот это вот, как не понимал, так и не понимаю. Второе. Навес и выход пляжа. Какое-то глэмпинга уже. Это, правда, территория у них большая. И оттуда до сюда. Это там, где вот эти дома с крышами уже стоят. Несмотря на то, что закат, людей здесь еще очень много. А чем море тепло, чистый. Воздух тоже у нас еще теплый. Трицаточка еще давит. И что бы не отдыхать-то? Я так понимаю, что мы доходим уже до Зенита пляжа, наверное, на базу отдыха. И катамараны, и бунгало. Мы говорим, что ценовая политика точно такая же. 400 лежак и полтора бунгало. Катамараны, барная территория. Парень там взял кальянчик с видом на закат, на море. Единственный момент, что как-то мало людей на пляже Зенит. Парковки нет. А дальше народу становится гораздо больше. Хотя, в принципе, чуть-чуть. Ну и есть удар, тут люди бросают бутылки, стекла. Комусор, кого он у нас стоит. Думаешь, что вы за человеки. И тут гуляешься, территория чистая, честно. И смотрю, что день прошел, видно, что территорию убирают. Ну вот, пожалуйста, тут бунгало снимали. Получили, что может быть, это счастливые дети, ступающиеся в море, веселые голоса и пляжи наши. Ракушки, кстати, очень много под берегом. Прям, мне кажется, по-другому раньше берег был. Да после шторма льда изменился. Пискат тоже бунгало. Уф! Виктория как зашла в берег. Кайфует, отдыхает кто-то. Все-таки на лежаках. Указатель, что там столовая есть. Хотя, ну, шли только ресторан с ними прям космическими ценами. Комментарии в телеге люди написали, что дороже, чем в Москве в ресторанах. Такие пищури с котелями отдыхают. Кайф. Прокаты. Там бар качает, уж. И мы доходим, я так понимаю, что это место, где как раз таки парковка. И здесь прям такая лаунж-зона даже отдыха. Парковка, помним, 500 рублей, с того мне свободных не было. Ижики. Так, можно по четыре стадии. Юрий, да. Как вас зовут? Денис. Откуда? С Питера. Испает мне плечик сегодня. Я его тебя давать я вас. В Дефресе вот так вот будет. Я тебя отправлял там тоже снимаю немножко там. Присылать либо чаще. Как он здесь отдыхается? Вообще огонь. То есть он катался на Гидриках вообще. Мидии обалденный тон кафе. Который звучит? Нет. Трикота. Не трикота. Да, вот-вот. Жена? Да. Как жена зовут? Лена. Очень приятно. Почем здесь вот лежаки бунга вот эти вот? Слушай, 3000 рублей, но это дешевле, понимаешь? 600 рублей лежат взять на троих. Это получается 1800. А за 3 на 1200 ты лежишь в бунгало. В принципе, нормально. На целый день. Довольны вы? Да, парковка 500 рублей. Мест свободных нет. Слушай, сегодня вот заезжал там прям. Надо пораньше просто приезжать. Просто звучит. А туалет почем? Слушай, не знаю. Не, я в столовую ходил. Я в столовую ходил. В море принципиально не каждую. Ну дай бог. Вам хорошего отдыха. Спасибо, что смотрите, присылайте от души. Какие тут девчонки из моря уходят. Покрупнее. Сейчас от жены получишь. Вам хорошего отдыха, ребят. Спасибо большое. Как приятно видеть наших людей с юмором. Это вообще все отлично. Слушай, это вообще у девушки не кричали, что купальника не осталось. Здесь, ну я понял, здесь отдыхают, так сказать, лакши или это 600 рублей лежак. Поэтому вот эти не элитные лежаки, конечно, подешевле. Но так хочется моря, солнца. И чтобы у всех было лето. Прям от души желаю это. Ну и всем, кто присылает, нам видосики в телегу. Спасибо вам большое. От души душевно в душу, как говорится. При этом бунгало есть и свободные места, есть и занятые до сих пор. Но мы все ближе становимся к пансионату Югра, их пляжику. Ну вот я поэтому удивляюсь, как потому что напряжется, что здесь все перекрыто, все занято. Перемещенцы непонятно. Такой небольшой аквакомплекс приунывший. Ну, в принципе, вечер, все. Никому же особо не нужен. Виде гуляющие на закате вдоль моря. Вот он, пляж Югры. Перембревский, так лучше на его территории. А футболное поле, волейборная площадка, на лесах, лежаки, девчонки, открывающие шампанское, мужчины, снимающие на видео. Ну, дай бог, чтобы у них все получилось. Ну, это народ неспешно отдыхающий, так сказать, на онклюзии. Просто сегодня какой-то сверхрелакс, отдых класс. И это, а, вообще прям красиво. А что еще надо приговориться на отдыхе в городе Курак-Тианапа? Он здесь разный. Кто-то в возрастах, на переполненных пляжах, а кто-то любит погулять. Я сегодня прям нагулялся. Завтра монтировать, отдыхать 100%. Потому что такого количества контента надо вам еще выложить. У меня, чтобы вы понимали, где-то около уже часа 30 от снятого материала. Ну, около часа получится готова к видеопрогулке. Надеюсь, что вам было не скучно. Все понравилось. И кайтеры, и наша с вами гуляночка. Потому что это, что, в принципе, очень-очень классно. Вы будете знать, что можно приезжать в такие места и видеть вещи. Единственное, вот сейчас понимаю, что славу только сейчас начинаю от жары отходить. И вот поведать, сколько времени мы вести провели. Его жене огромнейший привет. Просто по-моему, реально, как будто не узнал. Это, наверное, больше осталось. Здрасте. Как отдых? Дай бог. Везде наши люди. Я их узнаю по взгляду. Это прекрасно даже. Здесь барная территория, которую мы показывали с той стороны, когда мы выходили на пляж. О, Оксана, кстати, до сюда дошла. Гораздо быстрее меня. Молодец. Тут надо чуть-чуть пройти эти бунгалы. И все. Мы окажемся уже на пляжу. Свободу, на котором начинали сегодняшний контент. Берите, как я люблю, закатное освещение. Тени глубокие, картинки. Здесь, что обработается все очень красиво. И вы сможете эту атмосферу всю прочувствовать. И к себе в города через экраны перенести. Ну, вот. Такое море, в котором мы желаем всем купаться. Чтобы были счастливые, понесили с собой мусор. Своей пляжи. Чтобы другим в чистоте наслаждаться. Мечты должны сбываться, чтобы танцами насладиться. И какая лапочка в море прячется. Здесь все меньше и меньше народу становится. Здесь все чище и чище море. Блин, ну какое оно. И сзади. Фантастика. Ха-ха. Ха-ха. Зашел. Так, где-то здесь был наш спуск. Уже практически мы до него должны были выйти. Пешевык, палатка. Кайф. Вечер, друзья. Кто-то спешит убегать, а кто-то остается здесь ночевкой. Так вот и бывает. Красивое фото. Море прям кристальное, гладкое, кайфовое. Вот наш спуск, с которым мы сегодня начинали наши путешествия. Куда мы будем, собственно, и возвращаться. И сейчас нас ждет море, чтобы в нем на закате искупаться. Пойдемте в море, ребят. Пойдемте в море. Пойдемте в море. Пойдемте в море. Продолжение следует... Как выглядит ужас вечером. Нет, но плечи горящие просто. Хлам. Это печально. Немножечко даже грустно покидать эти места. Посмотрите, какую красоту мы оставляем. Солнышко, спасибо за этот великолепный день. Ребятам, всем, кто остается на пляже, хорошо провести эту ночь, вечер, утро, встретить рассвет. И когда-то мы тоже здесь будем отдыхать. Берегите природу, самое главное. Она должна оставаться прекрасной. И так, дорогие друзья. Фантастика. Вот так вот. Такие цвета фантастические. В ту сторону вообще сказка. Не забываем, не стесняемся, лайки, подписка. Ну и делитесь с друзьями этой красотой. Это круче за границей. Только чистота в наших руках. И тогда, друзья, в эти места будет не стыдно приезжать и брать своих детей. Вместе с ними отдыхать. Поверьте мне. Вот так вот, ребята, закат пошел, комары повылазили. Юра без тапочек сейчас будет по этим доскам, как сайгак скакать. Не дай бог, где-нибудь ногу проткну. Просто фантастическая красота, блин. Грубаный комары здесь, над лиманом, шикарничий закат, дымка, облака перистые. Просто не картинка, а картинище. Блин, как мне везет на погодные явления, в которых мы можем с вами наблюдать такую великолепную красоту. Ставьте лайки, подключайте ваши балалайки, делитесь с друзьями обязательно. Надеюсь, что сегодняшняя моя прогулка вам доставит максимум 20, да, по крайней мере, на этого части, надеюсь. Оксана себе на телефон снимала, уже комары не замечают. Ну, так вот бывает. Хоп.